здравствуйте друзья мы со светланой вас приветствуем да свет да всех приветствуем у нас такая необычная сессия потому что вроде муж жена вроде могли бы сесть рядом но в данном случае я на работе светлана дома и мы поговорим тут на тему на одну интересную ты расскажешь потому что за письмо было или нет значит пишет человек он живет я не знаю где он ник он не пишет где он живет где-то в украине и ему 45 лет жене 32 ребенку 5 они 14 лет вместе то есть я так хорошо с 18 и было 18 ему 31 вот они так значит такая семья они очень хорошо жили и у него был бизнес а потом когда вот событие последние начались все это стало сыпаться они построили дом они пять лет строили дом построили дом в общем мысль была такая что нужно что-то делать стали смотреть вот напали на наш канал каким-то образом возникла мысль о том чтобы переучиться им обоим в тестировщики программного обеспечения так вот нетривиальная мысль такая ну в общем ближайшие курсы живьем оказались на очень приличном расстоянии от дома там типа километров 300 я так с трудом даже соображаются сколько штаб ехать но в общем договорились так что первый пойдет жена потом она найдет работу и там где она есть и потом муж к ней переедет тоже возьмет курс потом тоже найдет работу и в общем как короче они семью куда-то переезжают туда чтобы вместе заниматься тестировали это вообще усилия света ты согласна что-то где-то сродни эмиграции но это и есть эмиграция просто локальная но тогда эмиграции по усилиям которые это требует решили запустить жену вперед жена запустилась вперед на два дня в неделю с ночевкой она значит там у родственников остается а потом возвращается и дальше стали отношения портятся в семье вот об этом речь собственно в письме что отношения стали портиться она занимается там есть преподаватель там видимо душевный человек он как-то дополнительно с ней занимается и вот они там даже как-то получать что у него дома занимаются он ее на машине отвозит 12 часов там ночи к родственникам где она ночует у родственников ей плохо потому что там шумно она там не может то есть посторонний чек этом к даже комфортнее чего там с этими родственниками его это по понятным я думаю всем нам причинам беспокоит он ей соответственно высказывает она соответственно говорит что так жить нельзя что он ее замучил своими претензиями и что если он будет дальше ее значит так вот необоснованно обижать то она вообще от него уйдет ну и он говорит что что делать как вот и семью сохранить и семья хорошие все вроде вот как быть я так я думаю что довольно точно изложил ну чё света давай ты у нас семейный специалист нет но на самом деле мне бы не хотелось отвечать именно на это конкретное письмо я бы хотела вообще поговорить на эту тему потому что действительно ситуация довольно таки тяжелая и когда человек из семьи уезжает куда-то в другое место пускай даже на 2 дня в неделю он окунается в мир других энергий в другой в другие обстоятельства его что-то воодушевляет его что-то окрыляет это совершенно другие эмоции и да это очень трудно сохранять семью и когда ты возвращаешься домой и тебя вместо того чтобы муж сначала радостно и довольна он еще высказывает претензии и ты начинаешь думать а зачем это то есть вот мой тезис по жизни был такой что если ты хочешь сохранять семью то семья должна быть вместе я бы назвала этот видеоролик например так с любимыми не расставайтесь жизнь показывает очень много примеров тому как люди эмигрируют в америку например чтобы легче было выезжает например сначала мужчина и он говорит жене что он ее потом привезет и в девяносто пяти процентах девяносто восьми процентов случаев он здесь находит какую-то другую женщину и уже в общем вопрос при этом остальной части семьи висит в воздухе эта проблема да имеет место быть поэтому я не беру что-то советовать конкретно в процентах не стал оценивать но это часто бывает действительно я бы вот этому конкретному мужчине не стала бы советовать да но но в целом вот как мой подход к такой ситуации я ставлю себя на место женщины я понимаю что например педагог яркий умный который понимает что то в тестировании который умеет зажигать он конечно оказывает большое эмоциональное воздействие на эту женщину и а мы женщины в общем очень падки на это мы любим очень много ушами да послушал и как-то вот я даже не скажу влюбился я скажу что просто вот внутреннее настроение такое хорошее да а все остальное вот бытовые условия никакие приходится ездить по 300 километров это тоже очень сложно а потом возвращаешься из семью как высотки для его прихожу а там ты сидишь да и это уже не так сильно воодушевляет а что же делать конкретно в этой ситуации вот то есть как бы я поступила при понимая при всем что у мужа совершенно правомерно возникают претензии я это все понимаю я это поступила со стороны мужа со стороны девушки со стороны девушки она окрыленная если муж будет допекать претензиями то семья развалится это совершенно однозначно это абсолютно потому что она уже мыслями эмоциями совершенно в мире живет и будет допекать тоже есть шанс что развалится конечно не открылся какой-то другой мир другой мир да конечно это очень трудно в такой ситуации держать поэтому я говорю что вот именно такая вот детальность именно конкретно этой семьи сложно дать им какой-то совет что так вот сделай так у тебя все получится но и и в целом конечно правильно было бы самое правильно было как это не трудно хотя это очень трудно наверно у них дети какие-то есть ребенок есть но конечно же уехать все вместе испытывать все семьи тяготы и тогда вот эта вовлеченность семейные дела в самом начале до того как она начала заниматься она бы предотвратила эту ситуацию то есть это как бы вот для будущих людей которые думают может послать мужа вперед чтобы жене было легче остаться на месте нет надо все трудности вместе проходить потому что именно эти трудности они сближают на самом деле это то вот что лежит в основе этой семьи мы трудности сближают вы друг друга поддерживаете или или разрушают семью тоже тоже в трудных мы видели многое семей которые в стрессе развалились просто потому что люди не соответствовали и так тоже бывает тоже бывает да но с другой стороны вот так вот отпускать одного человека да в надежде на то что потом все будет человек уезжать прежде как мы так сильно связаны энергетически да что когда человек уходит да да когда он уходит из этого поля да это поле не остается пустым она чем-то заполняется и ее заполняют прекрасные эмоции какой-то педагога которым она восхищается и потом индивидуально с ним занимается а его заполняет ревность негативные эмоции и и это все плохо то есть когда они встречаются у них получается проблемы а что ты думаешь точки зрения мужчины я бы хотел только вот тех кто нас слушает смотрит предупредить чтобы у нас не было грязных комментариев тут уж я я на самом деле понимаю ход мысли разных людей разные бывают мысли мы вот как-то так не без этого давайте значит ход мысли с одной стороны конечно есть там вот эти проблемы расставания не расставания но они не то чтобы сильно расстались но это она одну ночь в неделю она ночует где-то то что она на два дня уезжает и не то что потому что кардинально куда-то рассталась там с нами как-то значит это первое второе когда он говорит что они 14 лет душа в душу и так далее может быть и не обязательно это с ее точки зрения тоже он ее существенно старшего девочка 18 лет выходит замуж за чек этом который на 13 лет ее старше да то есть я честно я не знаю то есть может быть все здорово может быть до какого-то момента здорово может быть знаешь как бывает когда ребенок появляется вдруг выясняется что там ну ты не можешь положиться на кого-то это разные а самые разные в жизни обстоятельства но просто я к чему говорю что может быть какие-то проблемы там раньше были я не знаю вот но мы видели в школе у нас очень-очень много людей которые абсолютно никуда не уезжали вот ты говоришь любимые не расставайтесь но дело не в том что они расстаются физически а дело в том что вот приходит девочка так а у нее муж таксист эдакие мачо понимаешь он там еще кешем приносит там еще что-то и вот он такой мачо и вот она идет учиться и ему уже не нравится когда она учится ему уже не нравится и он начинает двигать не надо тебе учиться все тебе плохо сидит дома вообще не работай понимаешь он такой добытчик вот и проходит еще какое-то время и ты смотришь она уже с другим и ты смотришь уже нет у них никакой семьи понимаешь то есть что получается дело не в том что люди отдаляются за счет географических каких-то дистанций они могут быть на разных в разных полушариях жить и при этом быть очень близки а бывают люди отдаляются вот они в одной в одном доме живут в одной квартире живут в одной кровати спят цвета и отдаляются потому что чужой человек да да потому что она становится чужим или он становится чужим да потому что они прикоснулись к чему-то и второй человек говорит что это да зачем это да может быть не нужно это понимаешь а может быть он даже и не говорит этого может быть он даже поддерживает понимаешь что получается они могли вместе идти они могли вместе взять онлайновый курс например там на украине сколько хочешь есть онлайн новых курсов я знаю людей которые из российской федерации берут курсы же они дешевле берут их в украине начали могли взять этот курс и вдвоем заниматься например не не обязательно вот именно так но тогда бы они вместе шли и это бы их объединяло объединяло объединяем словно вот а так получается что она пошла как бы вперед а он остался там и вот эта дистанция вот чем чем дальше она уходит вперед чем ближе она видит перспективу профессии чем ближе она видит как какие-то новые горизонты и так далее и и а этот ворчит да он не доволен и света я думаю что она нуж какая-то нибудь я не знаю там чистая наивная там я не знаю какая ты понимаешь что он ворчит у него в принципе есть как бы веские основания это не нормально человек и скажешь вот нормально вот так они скажут если еще не не привело ни к чему такого аномального то запросто приведет сейчас говорит она ему сейчас говорит если будешь там цепляться так вообще от тебя уйду да и понимая чувство мужа абсолютно справедливые ему это не нравится все а все же для того чтобы как-то сохранить семью все что делать не знаю но можно попробовать в те моменты когда она бывает дома всколыхнуть в ней те эмоции которые он будоражил не раньше а то есть не встречать ее упреками вот опять там до 12 часов ночи хотел на индивидуальные занятия вот и там уезжаешь давай не будешь уезжать давай не то давай несет она придет например устроить романтический ужин со свечками со всеми делами и не укорять ее ни за что хотя он имеет абсолютно правда все основания для этого но просто в данном случае получается что вы должны себя переломать то есть если он изменит в себе какие-то вещи может быть ему стоит взять вот в такой ситуации и забирать оттуда уже нельзя на не согласится но может быть ему стоит взять онлайн новый курс чтобы быть с ней хотя бы на одной платформе и обсуждать какие-то вещи которые не интересны как ты смотришь на то чтобы может быть один разочке мы вместе с ней съездить а может быть с педагогом допустим да да тоже неплохо неплохо познакомиться с педагогом может взять какие-то у этого же педагога возможно да можно договориться что было какая-то для него заочная форма обучения пока они не переехали то есть чтобы они все-таки поддерживали это общность интереса вот это очень важно то чтобы она не приезжала домой натыкалась на его ворчание и недовольство а чтобы у них было что-то продуктивное обсудить имел ввиду познакомиться с педагогом на предмет того чтобы допустим у него может быть было меньше подозрительности в отношении этого человека я бы вышли там молодой или старый мы нет это с одной стороны да но с другой стороны если как бы проблема когда ты ее видишь и она как бы может быть не такая большая что измучиться а вообще конечно раз они уже решили туда переезжать нужно конечно двигаться в том направлении потому что надо зарабатывать у них нету денег они не могут себе позволить финансово это сделать понимаешь поэтому такая вот получается история сотовые что там у тебя нет это звонит обычный телефон сейчас я попробую на нем сложно вот значит хорошо действительно у него ситуация такая сложная тебе скажу другую вещь может быть им надо было сразу они вроде бы и там как бы иммигрировать еще собирались у них такой большой был план насколько я помню из того что я там читал я думаю что может быть им надо было сначала иммигрировать а уже потом на месте ну уже послушаю что сделано то сделано сейчас есть ситуация вот как она есть и эту ситуацию довольно таки сложно изменить значит единственное что можно сделать это во первых попытаться изменить свои отношения и сделать какие-то активные вот мне сейчас будет трезвонить надо заканчивать потому что у меня будет сейчас трезвонить это самое потому что двигаться дальше то есть оказаться женой все таки с общими целями с общими планами и любить ее они подозревать это тяжело это тяжело конечно ну послушай мы понимаем что человек имеет право на это но в данном случае он должен себя как-то переориентировать да чтобы быть добрым и лояльным по отношению к супруге раз уж сложилась такая ситуация я думаю что конечно ему нужно потихонечку готовиться переезда может быть мне не дать звонить это мне звонят по бизнесу значит нам нужно заканчивать ну хорошо Света из дома работает поэтому такие у нас дела ладно Света ты работай а мы тогда пойдем да в общем мы мы так по очертили круг вопросов да и конечно этому я очень сочувствую этому мужчине да и понимаю что ему это и будет делать нелегко но если он хочет жену удержать то нужно прекратить упреки а наоборот стараться на ее платформу у ребят которые нас послушают есть какие-то советы конструктивные то я думаю что и автор письма и мы все с большим интересом начинаем какие-то вот ну может быть советы предложения и так далее счастливо Света помаши ручкой да все пока пока пойдем пойдем работать ну 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 а